Вопрос такой. У человека есть рабы. Муж, жена и дети. И вол, мой вол, например, убил кого-то одного из этого семейства рабов. Кому я должен платить? Рабам или их хозяину? Платить нужно было хозяину. Потому что хозяин, он был ответственен за, ну, он брал на себя плату за своих рабов, то есть он их обеспечивал. Одна еще вопроса. Если ты хозяин раба. Если я хозяин раба, мой волк убивает твоего раба, а он может быть любителем. Закрутил. У тебя есть раб. У тебя есть раб. Но осталось, потому что вам это добавить. Но волк... Ага. For example, вопрос такой. У человека есть раб, который продал себя ему в рабство за долг. И отрабатывает этот долг, будучи рабом. И он отработал только часть долга. Мой волк убивает этого раба, и он своему хозяину еще не отработал долг, там, пару лет. Должен ли я заплатить хозяину долг оставшийся, который должен был ему раб? Должен ли я заплатить его раб? The question is, for example, one person, for his debt, sold himself in slavery. И он работает несколько лет, как сказать, to pay his debt. И мой ox убил that slave, for whom left maybe about two years to finish working for his debt. Do I have to pay for his owner the difference which left for that? Да, ты должен заплатить был бы хозяину. Если я, например, продал себя в рабство на пять лет, человек, которому я должен был деньги, ему заплачена пятилетняя стоимость. И если хозяин потерял раба, то он должен получить возмещение, потому что он уже заплатил за раба когда-то. И так. И вы знаете, как много здесь законов для гражданского правительства. Если Новый Завет говорит о законе, он говорит о личных моральных законах или законах ритуальных и законах о чистоте. И иногда он только говорит о гражданских законах. Как, например, в 12-й римлянам или в 1-м Тимофея. И это важно знать. Понятно? Итак. И здесь мы снова обращаем внимание, что Тора, она не настолько строго относилась к сексуальной морали, как Новый Завет. В Новом Завете те преступления, за которые полагалась смерть в Ветхом Завете, в Торе, за эти преступления человека должны были удалить из общины, из церкви. Но даже всякий крупный грех, непокаянный, за всякий крупный непокаянный грех, любой грех, серьезный, против человека, он требует возмещения. И примирение, во-первых, восполнение, а потом примирение человека, который нанес повреждение или ущерб, и тот, кому нанесли ущерб. То есть, должен быть ущерб возмещен, и эти люди должны примириться. И если человек не хочет покаяться, то он должен быть извергнут из тела. И поскольку Новый Завет, он перечисляет эти грехи, в 1 Коринфянам 5 главе 11 стихе, один из этих грехов — аморальность. Человек, который подвержен проституции или блуду, он должен покаяться. Стоп. Вы не можете, человек не может вести себя, не может жить аморальной жизнью, вот сексуальную аморальность совершать, и являться частью тела верующих. Хорошо. 22 глава, исхода, 16 стих. Если обольстит, кто девицу не обрученную, и переспит с нею. Интересно. Ага, здесь говорится о сексе до брака. Какова плата за секс до брака? Не смотрите туда, что там дальше написано, а говорите сразу. Как? Смертью покарать? Покарать смертью такого человека и девушку? В данном случае, женщина является добровольным участником. Они договорились. И как же их наказать? То есть, он должен заплатить. Брака не в нашей культуре. Это означает, что для родителей, чтобы платить, или для кого? Ну, это, наверное, означает, для родителей, для родителей. Ну. Видите, в этой культуре, да. Да. Брака, или его родители, да. Попадает деньги для брака. Ну. И здесь, это требуется, что это прайс, мы платим, и она становится женой. Значит, я просто спросил, кому что должно заплатить. То есть, мужчина, который переспал с девушкой, который ее обольстил, он должен заплатить деньги родителям девушки и жениться на ней. Почему? Очень важно отметить. Библия смотрит на половые взаимоотношения как на заветные действия. Это один из видов Кровного Завета. Таким образом, люди, которые вступают в сексуальные отношения, они вступают в Завет. И вот с моей точки зрения, это важное руководство для церкви. Что делать с парой, которая занималась сексом до брака? Самое лучшее — это им пожениться. Является ли брак абсолютным требованием? Нет. Отец девушки может запретить такому браку. За это нужно заплатить. Вот молодой человек должен заплатить, но отец девушки может решить, чтобы не выдавать замуж девушку. Но почти во всех древних культурах мужчины брали себе в жен девственниц. Это значительно сокращало способность девушки вступить в брак с кем-то другим. Вы понимаете, о чем он говорит или нет? Еще раз. Вы понимаете, о чем он говорит или нет? Это относится к отцу. Frankly, personally, me, I didn't. You didn't get it? I didn't get the thought if the person is virgin, yes, girl is virgin, how, and she is taken as virgin in marriage, how she could be limited, do not come... No, no, no. What I said is if she has had sex before marriage, then her marriage prospects are not as good. I understand. Thank you. I understood this way, but like understood totally different. What did you say? Значит, девушка, если ее брали девственницей, да, ну, это было нормально. А если она уже не была девственницей, то у нее, скажем, шансы на брак значительно сокращались, поэтому, вероятно, старались девственность хранить. И вот почему девственность настолько важна? Потому что мужчина, он хочет, чтобы женщина принадлежала только ему, а не кому-то еще. То есть, это было во всех древних культурах. Это универсальный закон. Все древние культуры. Там была моногамия или полигамия, но женщины или девушки должны были быть девственницами, вступая в брак. То есть, в человеческом сознании было нечто, что вот именно людей побуждало таким образом подходить к вопросу. Да? и удивительно, болезни, передающиеся половым путем не передаются. Если у мужчины одна жена и они верны друг другу, никаких болезней они... если у мужчины есть несколько жен и они все верны ему, то тоже заболеваний, передающихся половым путем, нет. Но если у женщины больше одного мужчины, тогда передаются болезни половым путем. Неудивительно ли это? Почему так? Но, тем не менее, это так. Почему проституция настолько опасна? Потому что через это передается множество болезней. То есть это является частью того порядка, который сотворил Бог. Потрясающе! Итак, 18 стих. «Ворожей, не оставляй в живых». То есть это ведьма. «Всякий скотоложник да будет предан смерти». согласны? «Приносящий жертву богам, кроме одного господа, да будет истреблен. Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле и египетской. Это в общем устанавливает закон не притеснять пришельцев. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их. И воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами. Если, да, извините. Что такое сивир? Помнишь? Бог жестко, жесток в отношении этих вопросов. Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его, и не налагай на него роста. Здесь говорится о бедных людях. Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего до захождения солнца, возврати ее, ибо она есть единственный покров его, она одеяние тела его. В чем он будет спать? Итак, когда он возопеет ко мне, я услышу его, ибо я милосерд. Я read verse 27 until the end. Do not blaspheme God or curse the ruler of your people. Do not what? Here read and do not blaspheme the judge. It's one word, El. Elogim. Вот здесь есть 28 стих, здесь написано «Судей не злослов и начальника в народе своем не поноси», но «судей» буквально переводится как «бог», то есть множественное число Бога, Elogim. То есть тут можно перевести «не злослов Бога» и «не злослов судей». 28 стих «Немедли приносить мне начатки от гумна твоего и отточила твоего, отдавай мне первенца из сынов твоих». «Мясо растерзанного зверем в поле не ешьте, псам бросайте его». 23 глава «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды». То есть это значит, что вы в суде должны говорить истину и не говорить плохо о своих соседях. «Не следуй за толпой, когда она собирается делать зло». «Не решай тяжбы, отступая по большинству от правды». То есть имеется в виду «не решай дело», если большая часть там… «если большинство хочет делать зло бедному неподствольству и в тяжбе его». И во второзаконии сказано «не бедному небогатому не отдавай предпочтения». Дальше в шестом стихе «Не суди превратной тяжбы бедного, удаляйся от неправды, не умерщвяя невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника». «Не принимай взяток, потому что взятки слепыми делают зрячих и извращают дело правых». «Пришельца не обижай». Вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской. я пропустил четвертый стих, который предвосхищает то, что написано «Любите врагов ваших». Удивительно. Здесь, конечно, это относится к евреям, которые могли стать вашим врагом. Но Ешуа применил это к римским солдатам. И он сказал «Любите врагов ваших». Он не сказал «Любите врагов». То есть он здесь говорится, чтобы мы поступали с врагами с любовью. «Врагам делать добро». не правда ли интересно? Что вы об этом думаете? Вопросы? Хороший перерыв для вопросов. Я здесь не касаюсь праздников. Мы подождем, пока мы перейдем к книге «Левит», потому что она больше. Так же, как субботний год и юбилейный год. Там очень важные принципы. Смотрите, если вы серьезно не подойдете к закону Моисея, то у вас не будет мудрости от Бога говорить в гражданском обществе. Вот поэтому это так важно. То есть, закон, он чрезвычайно важен, чтобы мы могли говорить на всех уровнях человеческой жизни. Мы не просто люди, живущие, просто нашей личной жизнью с Богом. Мы заботимся о состоянии общества, и вот поэтому мы заботимся о законе. Понимаете? Хорошо. Между прочим, сегодня есть большое влияние Запада о разделении церкви и государства. кто об этом знает? На Украине, в России, всюду. И основателями этой идеи были такие люди, как Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Джон Адамс, Бенджамин Фрэнклин, Джон Адамс, Джеймс Мэдисон, никто из них не верил, чтобы государство было отделено от закона Божьего. Они считали, что церковь как институт не должна управлять государством, и государство церковью не должны управлять. Но и государство, и церковь должны были подчиняться закону Божьему каждой в своей области ответственности. И государство не должно было принимать законы в противоположной закону Божьему. Все народы были обязаны принимать законы в гармонии с законом Божьим. И я в это верю, что они отцы то есть истолкованием тому, как отцы Америки сейчас их законы истолковываются превратно, потому что они считают, что законы государства должны не обязательно соответствовать закону Божьему, и что можно сейчас законно совершать все ужасные грехи, такие как аборты, проституцию. Очень большая проблема. Хорошо. Вопросы? Жребия? Нет, почему? Нормально, в процессе урока он учил об этом. Жребий, Юра, как будет? А, к раскаленному металлу. Ну, это что, получается, неправильно делать? Ну, это духовный закон. Это вопрос веры. Я не знаю, как... So, for example, when in India people want to find who is guilty, yes, they like putting the hot iron yes, to their tongue, and if there is damage, the person is guilty. So, it's from two persons they finding who is who could steal something. So, a question of Edward, is it correct to do? what do you think? What do you think? What do you think? What do you think? испытания такими пробами may have worked in the Bible in some cases because of the power of the Holy Spirit? It could work in the Bible in some cases because of the power of the Holy Spirit. But it's very dangerous. But it's very dangerous. And because we don't have a priesthood, and because we don't have a priesthood, and there is no power of the government, we cannot expect God to act in this way. We cannot expect God to act in this way. it's superstition to believe that innocent person И это предрассудок верить, что у невинного невинный не обожжет себе язык. Я думаю, что сегодня мы не должны одобрять подобные способы испытания людей. Задавай, Эдвард. И Олег, ты следом за ним. Давай. Ешуа не побивал камнями проституток, а Пуритане утверждали, что нужно соблюдать закон именно так, как он описан в Ветхом законе. Так что нам теперь нужно перестроить закон Украины в соответствии с законом Моисея. Так что Ешуа не побывал камнями проституток, но Пуритане утверждали все мосейские законы, административные законы. Не сказано в Библии побивать камнями проституток. Проституция — проблема. И в Библии написано, что отцы должны были следить, чтобы их дочери в это не впадали. И было написано, чтобы не продавать своих дочерей в блудницы. Но в Туре не сказано проституток побивать камнями. Сказано, побивать камнями тех, кто совершает прелюбодеяние. То есть те, кто в браке и уступают в сексуальные отношения с кем-то, состоящим в браке. На что же было бы похоже общество, которое бы побивало камнями людей, которые совершили прелюбодеяние? То в таком обществе почти бы не было прелюбодеяния. Вопросы есть? Это было бы хорошо или плохо? Если было бы общество, где почти бы не было прелюбодеяния. Я задаю вам вопрос. Хорошо или плохо? Как у пуритана. Это было бы счастливое общество или нет? Я думаю, что это было бы самым счастливым обществом в мировой истории. Там не было бы преступности. Олег, ты хотел задать вопрос. Там описано в Библии, описано об бросании жребия. Это Бог давал? Ну так Моисей давал. Вопрос такой, Бог ли давал проверки испытаниям, которые есть в Библии, или священники сами это придумывали? То есть мы не знаем точно, каким образом они, как жребия используются. То ли палочки разной длины. Если судьи или священники были исполнены Святым Духом, Дух Святой делал так, что сверхъестественно жребий работал. Сегодня у нас такой возможности нет. Идея подобных испытаний жребием, например, во многих культурах присутствует. И происхождение этой традиции, она скрывается во тьме, еще доисторической тьме. Мы знаем только, что Бог такие вещи делал, и делал их, наполнял их смыслом, не просто вот как ведьму испытывали. В Библии таких испытаний не описано. Слушай. Или, например, прикладывать железо раскаленное. Но Дух Святой делал испытание такое на справедливость эффективным. В Новом Завете использовано жребий, когда не хватало одного апостола. Бросали жребий апостола и выпал на Матфея. Это было под водительством Святого Духа. Можно ли сравнить это с ветхозаветным жребием? Жребий помнишь как? Да, что вопрос? Триал. В первом части в Библии Акции, апостолы, пытались найти еще один апостол. Да. И мы можем сравнить это с Old Testament trial? Да. Но это было то же самое, но только не для обнаружения вины. Между прочим, есть церкви сегодня, кто молится, и когда они могут сделать выбор, они бросают жребий. Я никогда этого не делал. Интересно. И я не знаю, что об этом сказать. Возможно, что Бог может так человека вести, но поскольку Бог может говорить к нам, я бы предпочел слышать голос Божий, чем бросать жребий. Потому что от того ученика, потом Марфея, они прослеживаются, и его не видно. После зрения, где он делает... Мы тоже о других там... Ты где-нибудь о Варфоломее читал? Дальше. Тоже его имя как бы больше не фигурирует. А где ты еще о Фадеи читаешь? О Фадеи нигде нет. Он рассказал о полиганах. Именно примеры с болезнями, что мужчина, который имеет трех-четыре жены, и он, уверен, своим женам, он не болеет. То в этом можно увидеть, что Бог не против полиганка брата. Почему тогда в Писании будет настаивать на то, что один мужчина, один женщина? Дэн Джастер сказал, что мужчина, который имел несколько жен, но жены были верными ему, он им, не болел болезнями, передающимися половым путем. То есть, таким образом, полигамия, она была допустима. Но почему же тогда Ешуа, правильно? Он говорил, что одна... Или, подожди, я неправильно тебя говорю. Библия говорит, что один мужчина для одной женщины. В Ветхом Завете не говорится, что полигамия что-то нехорошее. Но восстанавливается идея единоженства. Позвольте вам что-то показать. Из-за войны, из-за войн, всегда женщин больше, чем мужчин. И всегда женщин вокруг больше. Но... Пан, не столько уж женщин вокруг, чтобы многие мужчины могли иметь больше одной жены. Как обстоит ситуация? Ну, предположим, столько мужчин. Девять мужчин. И вот у нас столько женщин. Ну, вот столько мужчин в войне погибло. И вот Бог допускает, что у одного мужчины больше одной жены. Но женщин хватает. Но для большинства мужчин женщин ровно столько, чтобы иметь одну жену. Намерением Божьим для большинства людей есть брак. И моногамия является математической необходимостью для большинства людей. И полигамия разрешена в Библии. Но 90% людей имели по одной жене. И так было в большинстве культур. Ну, только цари могли себе позволить больше одной жены и штук 50 детей. И у них только у царей было больше. И полигамия, даже если полигамия была приемлема, это было редко. И только богатые люди могли это практиковать. Понимаете? И Божье творение ведет к моногамии. Так что, кто царь или очень богатый. Мы должны перейти. Левитикас, chapter 11. Дэн, мы не будем перейти? Нет? 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 Мы скоро. Мы только один еще сессион. После этого. Да. Левитикас, chapter 11. Еще одна секция до перерыва. Левит, Левитикас 11. Левит, 11 глава. Открываем. Левит, 11 глава. Чистая и нечистая в трех областях. Первая область. Еда. Извини. Первая область. Первая область. Это чистая и нечистая пища. Что кушать? Второе. Святость крови. И третья. Болезни. Болезни. Вот видите, я здесь пересек святость крови и болезни. То есть, это комбинация 2-3. В целом, законы о чистом и нечистом были связаны с возможностью участвовать в храмовом служении. То есть, обычная жизнь, она была таковой, что человек церемониально мог оказываться нечистым. Правда? Как это могло быть допущено? То есть, вы не могли избежать того, чтобы не скверниться церемониально. Сам can. Ну, то есть, можно было некоторой нечистоты избежать. Библейская идея. То есть, была такая, не просто человек вообще не заботился о том, чтобы хранить себя в чистоте. Но если была возможность, если была возможность избежать и скверниться, нужно было избежать и не нужно было строить массу законов. Раввинистическая традиция, она настолько углубилась в то, чтобы не оказаться нечистым, и есть много всяких, ну, в общем, они расширили учение об этом до невозможности. Первое, это самое простое. Избегайте кушать нечистых животных. То есть, список нечистых животных никак не объясняет, почему они нечистые. И мы знаем многих животных из списка. Мы знаем, что многие из этих животных питаются падалью. Но это вообще здесь не объясняется о том, что кто-то живет за счет смерти. в дополнение есть животные, которые питаются отбросами. Но люди, которые глубже заглядывают в это, верят, что то, что тут происходит, оно символично, что животные в этом списке дают ощущение древнему уму, что человек не имеет, не достиг полноты, то есть, шалома, мишалем, полнота. То есть, человек не достигает целостности, полноты. И мы этого избегаем, поэтому. Это настолько... Do not eat. И это так отличается от еврейского наследия, не есть это. Даже если, поскольку мы не ходим в храм, я верю, что евреям хорошо соблюдать, продолжать соблюдать эти законы о еде. Те, кто говорят, что эти животные заключены в список именно с целью заботиться о здоровье, я в это не верю. Я верю, что это скорее символично. Но есть причины, почему для поддержания здоровья нужно избегать кушать. Об этом написано несколько довольно убедительных книг. И Бог здесь говорит об том, чтобы отделить нас и сделать нас святым народом. Затем в 12 главе здесь говорится о женщине, которая родила ребенка. Она является нечистой. Когда она рождает мальчика, она 33 дня нечиста. И когда рождает девочку, 66 дней нечиста. Интересно, не правда ли? После этого времени она она проходит через определенные правила очищения. потом приносит жертву и с того момента она чиста. И через время, когда она нечиста, ее муж не прикасается к ней, если он хочет пойти в храм. И вот эта область, которую я обозначил 2.3 Потому что, когда женщина родила, она теряет кровь, выходит плацента и продолжается кровотечение какое-то время. И кровотечение, которое превышает 7 дней, оно похоже на болезнь. это время, когда женщина болеет. Это также является частью защиты женщины. Это было время, когда женщина не могла иметь сексуальные взаимоотношения. И это была защита от Бога, чтобы мужчина ее оставил одну. Хорошая идея. Правда? Мы можем видеть понимание чистого и нечистого относительно вот этого. Но почему 66 дней для девочек и 33 для девочек? Почему 33 для мальчика и 66 для девочек? Кто дает мне идею о том? что есть после рождения девочки? Объясните. Потому что Ева первая сожжена. Потому что Ив сожжена before. Это единственное идея, которая имеет sensu истории. Это символическое вспоминание Ив первой к взять фрук. Единственное объяснение, это напоминание этой истории, что Ева первая откусила от плода. И все наши, все эти отрывки показывают нам, что грех передается от поколения в поколение. И нечистота напоминает нам, что грех он был передан. Что за грех должно быть искупление. Итак, следующее в 15-й главе мы через минутку вернемся в главу 13-ю Левита. Тут предписание чистоте тела. то есть есть три признака нечистоты. Если у человека на теле есть нарыв на руке, например, то он от инфекции становится нечистым. поэтому мы можем его поместить в номер три в категорию болезней. Но говорится дальше, что если мужчина что если у человека есть семя истечение, то он нечист. и даже это относится к когда он имел сексуальное взаимоотношение с женой. Давайте прочтем 16-й стих. Если у кого случится излияние семени, то он должен намыть водой все тело свое. и нечист будет до вечера. Интересно, что некоторые типы нечистоты делают вас нечистым семь дней, некоторые сутки. И чем серьезнее уровень нечистоты семь дней. Здесь только одно об одном не говорится. И всякая одежда и всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водой и нечиста будет до вечера. Если мужчина ляжет с женщиной и будет у него излияние семени, то они должны омыться водой и нечисты будут до вечера. Все сексуальные взаимоотношения делали тебя на один день нечистым. Почему? Почему? Отвечайте. Почему? Nobody knows. Nobody knows. Возможно, это связано со святостью крови. Потому что болезнь греха передавалась через сексуальные взаимоотношения. Великий немецкий немецкий исследователь Библии Пайл Дейлдж, он был евреем верующим. И он на Ветхий Завет дал очень обширный комментарий. И вот это символ, он считает символ передачи греха. И мы должны помнить, что когда у нас сексуальные взаимоотношения, если это может произвести ребенка, сексуальные взаимоотношения, и сексуальные взаимоотношения, они продолжают падшую человеческую расу. Но это единственный день только. Интересно, не правда ли? Вы не даете, не должны есть чистых животных. и я думаю, что нам нужно избегать этого. И возможно, некоторых нужно избегать, потому что просто это для здоровья необходимо. Но некоторые вещи, действия, которые вы совершаете, вы просто преднамеренно становитесь нечистыми. Сексуальные взаимоотношения в браке нам приказано это делать. в стихе, который я прочел раньше, не лишать жену брачного сожительства или супружеских прав. Это написано в Новом Завете, что мужья и жены должны им приказано иметь сексуальные взаимоотношения. Правда? В Библии она за секс. Но это не делает вас церемониально нечистыми. Стать нечистым не значит согрешить. Церемониальная нечистота. Августин, блаженный Августин, думал, как и многие другие отцы церкви, что сексуальные взаимоотношения сами по себе грех. И это грех, который вы можете only for the sake. Ага. И вы себе можете позволить согрешить только ради того, чтобы детей родить. Детей родили, все, никакого секса. Понимаете? Ну, это непонимание чистоты и нечистоты. Правильно? Хорошо.